Есть статистика, что 50% женщин, то есть каждая вторая, принимает оральные контрацептивы. Есть комбинированные оральные контрацептивы, которые принимаются с лечебной целью. Как избежать побочного действия? Хотела бы отметить сразу, что оральные гормональные контрацептивы, по сути, они ничего не излечивают. Они оказывают только так называемое симптоматическое лечебное действие. То есть они могут убрать какие-то симптомы, какой-то определенной патологии. И только на время приема оральных контрацептивов симптомы, конечно, уходят. Но, к сожалению, после их отмены очень часто симптомы возобновляются. Поэтому перед тем, как назначить женщинам гормональные контрацептивы, мы должны об этом ее предупредить. Да, и один из побочных эффектов приема гормональных контрацептивов – это снижение либидо и появление сухости влагалища. Чем это обусловлено? Дело в том, что в состав некоторых, не всех, некоторых гормональных контрацептивов входят такие вещества, которые обладают антиандрогенным эффектом. То есть они снижают уровень андрогенов. А как мы знаем, в женском организме вырабатываются не только женские половые гормоны, но и мужские половые гормоны. Правда, это в незначительном количестве, но тем не менее. Тестостерон вырабатывается в яичниках у женщин, также в коре надпочечниках в незначительном количестве. Так вот, в состав гормональных контрацептивов, в который входит как раз антиандрогенный эффект, они снижают уровень тестостерона. А как мы знаем, за либидо отвечает в женском организме в том числе тестостерон. Вот этим и связано. То есть снижение уровня тестостерона как раз обусловлено снижение либидо. Юль, как бороться с этой побочкой? Расскажите, пожалуйста. Вообще, можно ли с ней бороться? Можно бороться. Вообще, нужно увлажнять интимные следствия ежедневно, регулярно. То есть не эпизодически с половым актом, а вообще, в принципе, регулярно. И особенно это касается больше женщин, которые находятся в послеродовом периоде. Почему? Потому что у них эта проблема стоит особенно остро? Да. Остро, да. Потому что у них, в принципе, изменения, есть нарушения послеродовые, именно флоры самого влагалища. Да. Почему послеродовые? Особенно для тех женщин, которые кормят грудью ребёнка, да, то есть при грудном скармливании. Другой уровень гормонов. Да. Отмечается так называемая лактационная аминория. То есть на фоне повышения гормона пролактина, это гормон, который отвечает за лактацию, снижается уровень эстрогенов. Да. Основного женского полового гормона снижается уровень эстрадиолов, что, конечно, может привести уже, в свою очередь, снижению лубрикации влагалища, соответственно, появлению сухости. Поэтому, да, у женщин, которые кормят грудью, конечно, у них, скажем так, и нет времени, и нет желания. Ну и даже если возникают половые контакты, им, конечно, это заставляет большой дискомфорт. Им вообще регулярно.